Здравствуйте, друзья! Странная смерть Леонида Брежнева Согласно официальной версии, смерть Леонида Ильича Брежнева наступила вследствие внезапной остановки сердца. Несмотря на неважное состояние здоровья генсека, его неожиданная кончина вызвала немало кривотолков. И недаром некоторые обстоятельства ухода Брежнева из жизни до сих пор кажутся по меньшей мере странными. Множество вопросов вызывают показания очевидцев, описавших последние часы жизни Леонида Брежнева. Если верить автору издания «Кто поставил Горбачева?» Александру Астровскому, несмотря на проблемы со здоровьем, в октябре-ноябре 1982 года Брежнев ввел довольно активный образ жизни. Как выразился Астровский, у генсека будто открылось второе дыхание. Он участвовал в переговорах, вручал награды, совершал поездки по стране, охотился, а во время демонстрации, посвященной годовщине Октябрьской революции, не один час простоял на балконе Мавзолея. По словам Астровского, в эти дни Брежнев чувствовал себя отлично. Даже давление у него было как у космонавта – 120 на 80. В связи с хорошим самочувствием, 9 ноября 1982 года Леонид Ильич посвятил работе гораздо больше времени, чем обычно он занимался документами с полудня. Как пишет Рой Медведев, в своей книге «Политические портреты» генсек отправился на дачу в Заречье только около половины восьмого вечера. И этот факт не подлежит сомнению. Однако дальше начинаются неясности. Например, согласно документальному фильму Алексея Пимонова «Кремль-9» в тот вечер уже будучи на даче, Брежнев отправился спать, посмотрев, как обычно, выпуск новостей. А вот охранник Леонида Ильича Владимир Медведев утверждал, что его подопечный от просмотра любимой программы «Время» отказался, не упоминал о теле новостей в своих рассказах и супруга Брежнева Виктория Петровна. Кроме разногласий свидетелей касательно новостей, некоторым историкам кажется странным и предшествовавший смерти генсека ужин. Так, Сергей Кремлев, автор книги «Зачем убили Сталина? Преступление века», даже сравнивает кончину Брежнева с уходом Сталина из жизни. В обоих случаях летальный исход наступил после принятия пищи. Кроме того, как утверждает Кремлев, и об этом факте вспомнил также и охранник генсека Владимир Медведев, после ужина Леонид Ильич пожаловался на боли в горле, но от вызова врача отказался. Впрочем, известный кремлевский врач Евгений Чазов в своих мемуарах «Хоровод смертей» пишет о том, что подобные симптомы у Брежнева проявлялись и прежде. Он, Брежнев, жаловался на то, что при ходьбе у него появляются боли в левой руке и где-то в горле, вспоминал Чазов. Тот же Евгений Чазов заявляет, что результаты ЭКГ вкупе с клинической картиной не оставляли сомнений в диагнозе атеросклероз сосудов сердца и коронарная недостаточность. Но, кроме перечисленных нетугов, Брежнев, как известно, страдал еще и бессонницей, вследствие чего пристрастился к определенным препаратам. Якобы, в связи с этим, специально для Леонида Ильича, как утверждает автор книги, кто готовил развал СССР Александр Шевякин, начали изготавливать таблетки-пустышки. Однако, незадолго до кончины, Брежнев сделал в своем дневнике запись о том, что получил желтенькие таблетки из рук Юрия Андропова, который после смерти Леонида Ильича и занял его место. Какое странное совпадение, не правда ли? Перечисленные выше факты и диагнозы никак не вяжутся с тем, что в момент смерти Брежнева на подмосковной даче не оказалось ни одного врача. Сотрудник аппарата КПСС Виктор Прибытков удивлялся, мол, обычно за кортежем генсека всегда следовал реанимационный автомобиль, а в ту злополучную ночь никого из медиков рядом с ним не оказалось. Да и Владимир Медведев, написавший книгу «Грехи Брежнева и Горбачева», воспоминания личного охранника сетовал на то, что весь мир знал о состоянии здоровья Брежнева, но на даче так и не был построен медпункт. «Даже дежурная сестра к генсеку прикреплена не была. Это не халатность, это преступление», – утверждал Медведев. Неудивительно, что спасти Брежнева не смогли. Даже Евгений Чазов, если верить Евгению Додолеву, автор издания «Дела» Галины Брежнева, примчался на дачу раньше, чем карета скорой помощи. Согласно официальному заключению, смерть Леонида Ильича наступила в 8 часов 30 минут. Однако некоторые исследователи считают это время неверным, а может быть и намеренно искаженным. Дело в том, что, по словам Виктории Петровны, страдавшей сахарным диабетом, медсестра делала ей укол инсулина около 8 часов утра. В это время Брежнев был еще жив, так как перевернулся на кровати на глазах у жены. Когда Брежнева завтракала, охранники, отправившиеся будить генсека, поняли, что с ним что-то случилось. Начались длительные реанимационные мероприятия. Поэтому, как пишет в своей книге «Колокола тревог» Анатолий Терещенко, смерть генсека не могла быть констатирована раньше 10.30. Что же на самом деле случилось с Леонидом Ильичем Брежневым? Надеюсь, когда-нибудь мы это узнаем. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова. Субтитры сделал DimaTorzok